Приветствую вас, братья и сестры! Сегодня хотелось с вами размышлять над таким вопросом. Можно ли угодить Богу своими делами? Мы читаем в Писании, что есть закон, есть Божие постановления о том, как человеку надо жить. И может ли человек достичь, скажем так, того уровня, когда он скажет, что Господь, я совершил. Взять в пример, в Писании, допустим, богатого юношу, который пришел к Христу и сказал, все, что написано, я от юности своей совершил. Смотрим на список, говорит, я все сделал, что мне не достает. И хотелось бы с вами поразмышлять, действительно ли человек может свои отношения с Богом привести на тот уровень, когда Бог скажет, что да, молодец, вступай ко мне, в небесное царство, на уровне своих дел. Первый пример, который хотелось бы прочитать, он находится в Ветхом Завете, и это были, скажем так, одни из первых людей, Каин и Авель. Мы читаем в бытие 4 глава, с 6 по 7 стих, что... А, нет, это мы потом прочитаем. С первой главы и четвертой главы мы читаем, с первого стиха четвертой главы, мы читаем о том, что и Каин, и Авель, два брата, решили принести жертву Богу. Авель принес, и Бог принял его жертву, и Каин принес, но Бог его жертву не принял. И в то время еще не было закона, не было написано, скажем так, что надо приносить, что не надо приносить. У них не было постановления записанного. И мы читаем, что Бог принял жертву Авеля, потому что Авель любил Бога, потому что он хотел бы с ней в общении, и он верил в Бога, и на основании этого Бог его жертву принял. Каина жертву он не принял, по какой причине? Потому что его дела были злые, потому что он не любил Бога, и на этом основании Бог его жертву не принял. Но при этом всем мы читаем, что Бог как и хотел отношений с человеком, так и продолжал хотеть. У Каина, несмотря на то, что он от Бога отворачивался, Бог ему давал возможность с ним общаться. Мы читаем, что как только Бог не принял его жертву, это вот, ну, с 4 стиха будем считать, «И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты господству над ним». Мы читаем, что Бог и тогда Каина не оставил, что, видя дело Каина, он не оставил его в том положении, что, ну, ты подумай, что надо сделать, чтобы мне угодить, а потом приходи. И это мы видим, что Бог делает первый шаг, обращается к Каину и говорит, что твоя проблема в том, что ты любишь грех, что он у тебя у дверей. И дальше мы будем читать, что Каин Бога не послушал, убил брата, и при всем этом Бог все равно Каина не оставлял, и, скажем так, по справедливости наказав, прокляв его, все равно дал ему милость, чтобы он мог покаяться, и дал ему знак, чтобы никто его не убил. И действительно, чтобы у Каина было время, была вот эта возможность прийти к Богу с покаянием и исправить тот путь, по которому он идет. И дальше мы читаем, что пройдет много веков, и Бог даст человеку закон, уже, скажем так, записанный, да, что надо делать, что не надо делать. И если у Каина с Авелем такого закона не было, то у последующих людей этот закон будет. И вопрос в чем? Бог решил, что было проще, да, вот если Каин и Авелем, скажем так, не до конца понимали, что делать надо, что не надо делать, то дам им закон. Пускай они читают, пускай они изучают, и пускай делают так, как написано, и тогда у них все будет хорошо. Но мы читаем, что так, это так не работало. Несмотря на то, что до, даже не так скажу, до времен закона очень много людей все равно были праведные. Мы читаем про Ноя, мы читаем про Лота, Авраама, Исаака, Якова и остальных праведников Ветхого Завета, да, которые, не имея закона, все равно были в мире с Богом. И тогда у нас вопрос, для чего тогда все-таки Бог дал этот закон? Если были праведники, если были те, которые угождали Богу, которые действительно, мы о них читаем и нам их ставят в пример, что вот это те люди, которые угодили Богу, то для чего же все-таки Бог дал закон? Об этом мы читаем в 1 Тимофея, 1 глава с 8 по 11 стих. А мы знаем, что закон добр, если кто с закона употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, крятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, пославному благовестию блаженного Бога, которое мне верено. Мы читаем, что закон дан не для праведника. Закон, он, скажем так, нужен, дан для того, чтобы человек понимал, что он делает неправильно. Взять, допустим, так же самый пример с нашей жизнью. У нас есть закон государства, у нас есть правила дорожного движения, и они являются тогда законом, когда за них есть наказание. Когда, допустим, мы просто у нас на табличке прочитаем, что не мусорить, не оставлять стаканчики, это, скажем так, пожелание, просьба. Если ты забыл стаканчик, тебе никто ничего не сделает. Просьба. Если мы прочитаем на табличке «Не оставлять стаканчики» штраф 3000, тогда это уже будет закон. Потому что к этому сразу же следует наказание. Ты будешь виновен перед общиной за то, что ты это сделал. И тебя накажут. И Бог дал вот этот закон человеку для того, чтобы, во-первых, сохранить его чистоту, чтобы все те, которые нарушают Божьи повеления, были наказаны. А второе, чтобы показать человеку, что ты не прав на основании. Если после того, как Адам с Евой ели плододеевое познание добра и зла и стали сами решать, что такое добро, что такое плохо, то Бог с законом разъяснил, что на самом деле хорошо, что такое плохо. Человек не может сейчас прийти и сказать, что воровать – это хорошо. Потому что Бог сказал, я записала. Воровать плохо, воровать – это грех. И если Божий закон, он действует в первую очередь для грешников, для тех, которые, скажем так, не в мире с Богом, чтобы отрезвить их, чтобы показать, что у них не все в порядке в отношении с Богом, то тогда вопрос, а для чего он нам? Мы уже приняли Господа, мы следуем за Ним. Можно тогда, получается, его в сторону отвезти и сказать, все, это вот для того общества, это для тех, которые не приняли. Как только мы принимаем, нам закон уже не нужен, потому что мы уже все, мы уже правильные. И мы читаем об этом во втором законе, 6 глава, с 24 по 25 стих. И заповедовал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди перед лицом Господа Бога нашего, как Он заповедовал нам. Мы читаем, что закон Божий в жизни верующего человека действует таким образом, что рождает этот страх перед Богом, что в нем мы видим действительно Божью мудрость, Божью милость. Мы действительно понимаем, насколько Он велик и насколько велика Его милость к нам, потому что мы, сверяя свою жизнь с тем, что Господь сделал для нас, мы понимаем, что мы были виновны там, 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 и когда мы еще читаем глубину вот этих постановлений, как Христос сказал, что кто считает, что Он не убил, но гневается на брата напрасно, тот уже виновен. И мы, когда на Бог открывает вот эту глубину вообще Божьего желания в жизни человека и понимая, какая к нам оказана милость, что, несмотря на это, Он назвал нас праведниками, принял нас к себе и действительно простил нам наши грехи, нам остается только Его славить. Мы в этом всем видим Божью святость. В этом все рождает в нас вот этот страх перед Богом благоговейный, что вот такой великий Господь, вот такой вот Он мудрый. И даже вот во времена Ветхого Завета Бог все равно не ставил человеку, скажем так, в необходимость исполнять все по букве. Потому что мы читаем, что фарисеи, саддукии, они исполняли закон. Они действительно делали даже более из того, что делали многие ученики Христа. Но при этом все мы читаем, что они не были в мире с Богом. Потому что, как мы читаем в 25 стихе, Господь говорит о том, что праведность будет не тем, которые исполнили по букве, ровно по полочкам все как есть, а тем, которые будут стараться исполнять все сии заповеди. Слово стараться, оно обозначает, что внутри сердца есть желание. Я хочу исполнить Божью волю. Я хочу действительно служить Богу и исполнять то, что Он заповедовал. И тут уже, скажем так, не на первой степени стоит, исполнил ли ты. Мы когда смотрим на наших детей, мы видим, что мы им сказали там что-то убрать или что-то сделать. Мы видим, что они стараются, но в силу своего возраста, в силу своих возможностей у них не получается это сделать. Но мы их не наказываем, потому что мы видим, что у них есть старание, что их сердце настроено на то, чтобы помочь нам, чтобы исполнить нашу волю. И даже если у них не получилось, то мы все равно рады за них, потому что мы видим, что Он старается, что Он это желает. И Господь в то время по такому же принципу обращался к людям. Если человек старается, если человек действительно настроил свое сердце к тому, чтобы служить Господу, вот это менялась праведность. Хочу привести такой пример человека, который жил во времена Ветхого Завета и на котором очень хорошо видно вот эта разница между тем, что можно совершить и тем, как на это смотрит Бог. Мы читаем за Моисея, что действительно это был человек Божий, что он совершил множество дел. У него есть такая характеристика хорошая записанная. Давайте ее сейчас сразу прочитаем. Это числа 27 глава, с 12 по 14 стих. Я так записал, значит. Это второзаконие, 34 глава, с 7 по 12. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах маевицких 30 дней. И пришли, и прошли дни плача, и сетовали о Моисея. Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, делали так, как повелел Господь Моисею. И не было боли у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской, над фараоном и над всеми рабами его и над всею землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил перед глазами всего Израиля. Мы читаем, что Моисей был величайший пророк, и читая его дела, читая, что действительно он совершил, мы можем только сказать «да и аминь». Он, ну, через него, Бог дал народу израильскому закон, Бог вывел народ из рабства египетского, Он устроил скини, Он провел народ в пустыне, и при всем этом совершал множество чудес, множество знамений. И мы можем сказать, что вот этот человек, вот он делами может. Очень много было дел, и вот кто-кто, Моисей может уповать на свои дела. Но мы читаем, что дел Моисея не хватило даже на то, чтобы войти в землю обетованную, потому что вот как мы будем читать в числах 27, 12, 14, и сказал Господь Моисею, зайди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым, и когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Синь, во время распри общества, чтобы явить перед глазами их святость мою при водах это воды Миривы при Кадисе в пустыне Синь. И вот Божья характеристика. Он говорит, что да, великий пророк, да, все ты это сделал, но тогда, когда надо было явить мою святость, вы этого не сделали. И мы читаем, что Бог не спрятен, да, и как остальной народ, который не послушался Бога, не вошли на землю обетованную, но остались в пустыне, и их дети вошли, так и Моисей с Аароном. Их дел не хватило, но при всем этом мы читаем, что он человек Божий. Так, человек Божий, он был по своим делам, или по тому сердцу, которое желало служить Богу, по тому сердцу, которое действительно горело Господом и служило Ему, скажем так, всем своим телом. И сейчас в наше время, когда уже пришел Христос, мы приходим к Богу только через Христа, и мы читаем, что Христос призывает каждого человека, и действительно принимает его не по делам, не по заслугам, а по вере. Можем ли мы как-то пытаться вернуться туда-назад сказать, что давайте все-таки попробуем делами, давайте попробуем все-таки совершить и быть угодными Богу, когда действительно Бог через Христа нам дал такое обилие благословений, что даже вопрос первый задается зачем, когда мы во Христе имеем спасение, мы во Христе имеем Духа Святого, благодать, мы имеем Слово Божие, которое нам открывает, которое помогает нам понять, мы во Христе имеем силы, которые Он дает, и вся наша жизнь, она полностью зациклена на Христе, она вся во Христе, и вопрос, можем ли мы сейчас, скажем так, пытаться перенести свои упования на то, что вот уповать не на Христа, я все-таки сам попробую. И действительно вот Бог по своей любви и милости, Он весь вот этот закон, который, скажем так, расписан, который в котором есть много разных пунктов, в которых написано, как поступить так, как поступить деток, который больше служит для того, чтобы показать человеку греховность и в этой греховности привести его ко Христу, как Детводителя, чтобы человек осознал свою вину. Для нас верующих, он в принципе, скажем так, для тех, которые слушают Христа, для тех, которые хотят Ему служить, он, скажем так, есть в коротком варианте. Мы об этом читаем в Матфея 22 глава с 37 по 40 стих. Иисус сказал ему, когда его спросили, какая наибольшая заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. И вот это то, что желает Бога человека. Самое первое, возлюби Господа, скажем так, это основа, без любви к Богу все остальное уже не имеет смысла. Ты можешь как фарисей исполнить все, но не имея любви к Богу, Бог скажет, что нет, это недостаточно, потому что человек физически не может все исполнить всегда, как с Моисеем, что Моисей исполнил закон, Моисей дал этот закон, Моисей делал, как написано в законе, но он все равно оставался грешным человеком, Бог говорит, что у тебя то-то, 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 то-то было, да, и тебе этого недостаточно, но любовь к Богу, вот та любовь, которую, скажем так, дает нам Христос, которая действительно нас укрепляет, вот это то, что угодно Богу, это то, на чем Бог хочет, чтобы мы строили с Ним свои отношения, и вторая, которая будет исходить из-за этого, это любовь к ближнему, это то, как мы относимся ко всем остальным людям через призму Христа, через понимание того, что если к нам поступали, поступил Бог по милости, и принял нас такими грешниками, и возвел нас в положение детей Божьих по такой милости, то и мы должны так же само по милости относиться к другим людям. Давайте будем молиться, благодарить Бога за ту милость, которую Он нам дал, за то действительно великий дар, что Он нам позволил быть с Ним в отношениях, не на основании дел, а на основании веры. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость к нам. Мы благодарим Тебя за то, что действительно не по нашим делам, не по нашим заслугам Ты принимаешь нас к Тебе, Господь, только на основании крови Христа, только на основании Твоей жертвы, мы можем прийти к Тебе, Господь, И действительно, во Христе Ты нас так обильно благословляешь, Господь, что нам нет нужды ни в чем другом, Господь. Ты даешь нам святость, Господь, Ты даешь нам праведность, Ты даешь нам мир в сердце, радость, Господь. Ты благословил нас как и на небе, так и здесь, на земле, Господь. И действительно, все, что мы имеем, мы имеем от Тебя, Господь. Помоги нам помнить об этом, Господь. Помоги нам всегда благодарить Тебя. и действительно уповать только над Тебя, а не на Свои силы, Господь, потому что без Тебя, Боже, мы уничтожен Господь, без Тебя мы не можем ничего, Господь, сделать. Мы просим Тебя, Боже, Ты, действительно, любить Тебя всем сердцем своим, Господь, любить ближних и развещать Твое Слово Божие каждому человеку, Господь, потому что вот эта благая весть Божия, которая является самой необходимой вещью для человека здесь на земле. Аминь.